В эти дни в соцсетях распространяется много видеоматериалов, связанных с последней контртеррористической операцией азербайджанской армии на Гадрудском и Хаджавенском направлениях. Ранее уже публиковались записи сдачи оружия армянскими боевиками, поднятие ими белого флага и сдачи в плен. А накануне было опубликовано сразу несколько роликов, на которых ясно видно, как несколько десятков армянских вояк, сложив оружие, колонны следуют по месту назначения в качестве пленных. Сообщается, что за пару дней в плен сдались более ста армянских военнослужащих и так называемых добровольцев, остававшихся на освобожденных территориях и выкуренных из своих партизанских лагерей, которые они развернули, вблизи вернувшихся под контроль азербайджанской армии, сел Кехни, Таглар и Чайлагала. Последовавшая за этим истерика Минобороны Армении была вполне ожидаема. Только не очень понятно, почему столько патетики, потому что эти так называемые партизаны, а на самом деле террористы, боевики, трусливо сдались или потому что дезавуировали реваншистские планы Еревана. Как пишут армянские СМИ, Минобороны Армении ожидает от Ханкенди разъяснений относительно видеороликов с пленными. Самое забавное, что сепаратисты эту информацию не подтвердили. И поэтому армянские СМИ сделали следующие выводы, написав следующее. Не исключено, что азербайджанские источники действуют намеренно с целью создания дополнительной напряженности. То есть пленные — это полторы сотни переодетых в армянскую военную форму азербайджанцев? Вот так вот взять и отказаться от своих боевиков. Между тем, в том же Ханкенди все же признали, что со вчерашнего дня пропала связь с личным составом нескольких опорных пунктов, размещенных ранее у двух сел Гадрудского района. Если говорить точнее, с бандами, задержавшимися в лесах и горах Гатрута с целью ведения партизанской войны против Азербайджана, в нарушение подписанного 10 ноября соглашения. Согласно этому документу, миротворческие силы должны были развертываться параллельно с выдворением вооруженных армянских подразделений. Однако несколько сот бандитов все-таки якобы заблудились. Премьер-министр Армении Никол Пашинян даже поспешил выдать провокационную сенсацию армянской службе «Радио Свобода». Он заявил, что в окружение к азербайджанской армии попали не только несколько десятков армянских солдат, но и подразделения российских миротворцев. Однако Министерство обороны России опровергло Пашиняна, заявив, что информация о якобы окружении миротворцев кем-то из сторон в Нагорном Карабахе не соответствует действительности. Никаких сомнений относительно антитеррористических действий азербайджанской армии у армян быть не должно. Даже если их власти утверждают, что их там нету, их собственный телеграм-каналы подтверждают, что размещенные в соцсетях видео вовсе не фейк. Складывается интересная ситуация. Победоносная война Азербайджана изменила многое в головах, как армянских властей и армянского Минобороны, так и в головах сепаратистов. Об этом сказал в беседе с Дей Ас, азербайджанский эксперт, глава Центра истории Кавказа Резван Гусейнов. По словам эксперта, если армяне прежде везде распространяли информацию о своей непобедимой армии, то теперь они отказываются подтверждать, что в плен попали боевики. Конечно же, среди пленных боевиков есть много граждан Армении. Но ни Армения, ни Карабах не хотят признавать их существование. Этих партизан фактически преодоли и бросили на произвол судьбы. Все это итоги той пораженческой ситуации, которая сложилась сегодня в Армении, и тех сложных взаимоотношений, которые имеют место между Ереваном и Ханкенди. Пропасть между карабахскими и ереванскими армянами будет расти, и, возможно, нам предстоит увидеть еще более глубокий конфликт, между настоящими и ненастоящими армянами, сказал Резван Гусейнов. А тем временем родные, как сообщают армянские СМИ, оказавшихся в кольце ширакских добровольцев, проводят акцию протеста. Они перекрыли дорогу Гюмри, Ереван, ведущую в Грузию, и требуют правду о судьбе своих сыновей, которые отправились партизанить на чужой земле, а теперь власти утверждают, что их там нет. Продолжение следует...